Средневековая элита, правящая элита и европейских стран, и нашего государства, она формировалась главным образом и во многом за счет вот этих брачно-семейных отношений и УС. То есть вот проход в эту элиту во многом определялся, кто на ком был женат, кто за кем был замужем, у кого сват, брат, сестра, дядя, тетя и т.д. и т.п. И мы сейчас это все воспроизводим в чистом виде. В Америке это уже стало нормой. Посмотрите, тот же клан Буши, тот же клан Клинтонов и т.д. И во многих других, так сказать, странах. Ну и то же самое мы сейчас воспроизводим. Если посмотреть родственно-семейные связи представителей нашей правящей верхушки, вы там увидите, это сплошь и рядом, муж, жена, брат, сват, значит, дети, дочери, сыновья и т.д. То есть вы констатируете деградацию в сторону феодализма? Конечно, да. Сословного строя. Потому что классическим элементом феодального строя является не просто классовое деление общества, а именно сословное деление общества. Ведь классовое деление общества – это величина объективная. А сословное деление общества – это величина сугубо субъективная, которая регулируется именно правовыми нормами государства. Они определяют объем и наличие тех прав и привилегий, которыми обладают разные сословия. Вот что нам навязывается. Причем это навязывается в разных ипостасях, в том числе и через пропаганду идей монархизма и восстановления монархии. Потому что вне сословного строя монархия существовать не может. Ведь когда речь идет, например, о восстановлении монархии, то речь идет о восстановлении не просто там какого-то конкретного персонажа, даже с клоунским колпаком, а речь идет о воссоздании системы монархической. А монархическая система предполагает наличие императорского двора, наличие правящей элиты, наличие сословного строя, наличие вот этой вот когорты, так сказать, графов, князей, баронов и так далее. Вот о чем речь идет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова